Итоги дебютного сезона подводили только с директором клуба Барнаул. Сейчас у баскетболистов нет тренера, неизвестно, что с составом и каким регламент в Суперлиге будет в следующем сезоне. Но без паники. У главного тренера Евгения Гурева 30 апреля закончился контракт. Плюс клуб не знает всю структуру нового сезона. Кто будет противником, сколько команд и какой регламент. Исходя из этого рассчитывают примерный бюджет. И только потом подпишут новое соглашение с тренером. Кто это будет, неизвестно. Но Гурева терять никто не хочет. Переговоры с Гуревым тоже планируются. Ему просто предложат денег. Столько я не смогу ответить на это предложение. И я буду рад, если у него поступит предложение с более высокой зарплатой. Может быть, в более статусном клубе. В подвешенном состоянии и состав команды. В этом сезоне наши лидеры показали фантастическую игру. И, вероятнее всего, многие клубы в очереди за ними. Удержать баскетболистов Барнаул не сможет. Все это понимают. Но сегодня в клубе подобрали такой принцип наполняемости. Несколько молодых парней. Основная прослойка из игроков до 25 лет. И два-три опытных баскетболиста. Так называемые дядьки-наставники. Мы не идем в Суперлигу 1 даже молодым составом, чтобы нас там избивали. Мы туда пойдем и будем драться. В каждой игре. В каждом эпизоде. Потому что у нас такой клуб, мы по-другому не можем. И мы заряжены именно на это. Проясняться ситуация начнет после 18 мая. Когда состоится собрание Всероссийской Федерации Баскетбола. После этого и начнут подбор кадров и подготовку к новому сезону. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.